Итак, друзья мои, извиняюсь сразу за домашний вид, говорю очень быстро, очень коротко, дальше мониторим с вами. Обращаем внимание на закон о мобилизации 26.02.1997 года, 31 федеральный закон. Значит, обращаем на пункты номер 6, обращаем на пункты номер 7. Внимательно их изучаем. Везде, во всех пунктах прописано о том, что только все это действует и работает, если введено военное положение. Так, далее, значит, федеральный закон 31, пункт номер 23, обучение и повышение квалификации. Там четко в этой статье прописано, повышение квалификации это минимум на 6 месяцев. То есть нельзя так взять быстренько, повысить, сейчас как раз набирают запасников, за две недели и отправить. Еще раз, 6, 7 пункт, 31 ФЗ. Значит, мы вводим военное положение и мобилизацию только в случае агрессии против РФ. Внимание, это важно. Дальше, статья 18, часть 1. Обращаем внимание, это тоже мобилизация. Об этом не говорят сейчас юристы. Они сейчас сливаются. Я имею в виду юристов, у которых много подписчиков. Меня уже три юриста забанило. Я задаю им неудобные вопросы. Они дурят людям мозг. Дальше. Уведомления. Кто должен вручать уведомления? Это только служащие военкомата, либо кадровый работник у вас на работе. Никакие тети, учителя и ничего подобного. Вы не принимаете эти повестки. Далее. Призыв сейчас идет до 35 лет. Если призывника 40-45, неважно, 50-летнего берут, значит, сразу пишем в военную прокуратуру. Так, значит, еще один очень важный момент. 421 статья ГК РФ. Это расторжение контракта. Изучите, пожалуйста. Если вдруг вам подсовывают контракт, вы имеете полное право его не подписывать. Так, дальше. Что еще вам хотела сказать? Если вдруг вы растерялись, подписали контракт, вы можете также написать в прокуратуру, либо в следственный комитет о том, что вас вынудили и оказали вам психологическое давление, дабы вы заключили этот самый контракт. Дальше. Что такое вообще мобилизация? Мы, значит, смотрим 31-18 ФЗ. Мобилизация – это односторонний порядок. Уже государство в одностороннем порядке заключает с вами договор. Контракт – это добровольное согласие обеих сторон. Понимаете, в чем разница? То есть шлют повестки, потом подсовывают контракт. Якобы потом вы сами согласились. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Также можно, если вдруг растерялись, вы пришли в военкомат, вы можете, ну, грубо говоря, откосить. Сказать, например, вы себя плохо чувствуете, там, ковид у вас или что-то такое. Ну, можно придумать. Можно придумать. Еще раз говорю для всех, что у нас не объявлена война на территории Российской Федерации. А это значит, не введено военное положение. А это значит, не может быть мобилизацией. Пожалуйста, изучите все, что я вам сейчас сказала самостоятельно. Потому что сейчас юристы, еще раз говорю, пудрят вам мозги. Все то, что я вам рассказала, это нашла не я. Мне помогают мои подписчики, мои знакомые, мои друзья. Они не юристы. Люди, ну, включайте, пожалуйста, голову. Ну, хотя бы немного. Не надо сидеть и ждать, что придут вас и спасут. Понимаете? Давайте начинайте действовать.